Сейчас общество думает, что самые страшные мировые проблемы, которые могут нас подстерегать, это глобальный кризис или крупная война. Но я думаю, что самые страшные угрозы не имеют отношения ни к войнам, ни к экономическим кризисам. Самый большой риск – это новые эпидемии. СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые черные лебеди. Вторая угроза – это неолудизм, течение в современной философии и контркультуре, которая подразумевает критику влияния научно-технического прогресса на человека и общество. Прогресс не приносит людям того, что им хотелось бы, и очень многие превращаются в ультраконсерваторов, начинают бороться с наукой и социальными реформами. Этот тренд хорошо заметен по исламскому миру. Эффект, который новые технологии оказывают на общество, в целом преувеличен. Привели ли социальные сети к тому, что мы полностью перестали общаться вживую, читать книги или смотреть телевизор? Вытеснит ли Uber частный автотранспорт? В США то и дело обсуждают трагедии, которые произошли по вине автовладельцев и ограничение использования частного транспорта. Никакие новые технологии не спасут от всех проблем. Приведет ли Airbnb к тому, что люди перестанут жить в своих квартирах, а станут путешествовать по миру, меняя в год десятки жилищ? Нет. Из всех технологий, которые обещают перевернуть мир, я верю разве что в новую энергетику. Просто потому, что сам ею пользуюсь. Мой дом полностью автономный и работает на солнечной энергии, а езжу я на Тесла. Но само по себе развитие в технологическом плане неизбежно. Вопрос лишь в том, как мы к нему адаптируемся. Если общество недостаточно быстро приспосабливается к изменениям, его ждет коллапс. Но и слишком быстрое приспособление превращается в регресс. Общество начинает терять то хорошее, что у него было до того, как начались перемены. Одно из самых больших разочарований нашей эпохи – глобализация – не привела к интеллектуальному разнообразию, не породила плюрализм, позиции, согласно которой существует несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм знания, стилей поведения и прочего. Напротив, мы видим, что весь мир начинает вести себя как централизованная система. Общество кластеризуется, возникает деление на наших и ваших. Вместо провозглашенной свободы мнений создается ситуация, напоминающая жизнь в тоталитарном государстве. Есть официальные мнения, которые ты должен разделять, иначе становишься изгоем. Меня часто спрашивают, каков мой прогноз для экономики. Тогда как должны спрашивать, что есть у меня в портфеле. Не говори вслух, что может случиться в будущем, если ты защищен от последствий. Во французском языке одно и то же слово означает кошелек и портфель. Я никогда, ни разу в своей жизни не занял ни пенса. Так что у меня нулевая кредитная история. Ни ипотеки, ни суды, ничего. Когда у меня не было денег, я арендовал. У меня аллергия на кредиты, я с презрением отношусь к людям, у которых есть долги, я этого не скрываю. Я поддерживаю убеждения римлян, что должники – несвободные люди. Я держу деньги в евро, долларах и британских фунтах. То, что я делаю с моими деньгами – это личное. Лучше упустить миллион возможностей, чем прогореть один раз. Я узнал об этом от трейдеров-ветеранов на своей первой работе в Нью-Йоркском банке, который больше не существует. Большинство людей не понимают, как справляться с неопределенностью. Они избегают небольших рисков и, сами не осознавая этого, идут на большой, большой риск. У предпринимателей, которые последовательно добиваются успеха, совершенно противоположные отношения. Сделайте все ошибки, которые хотите. Просто будьте уверены, что будете в порядке завтра. Можно проиграть в маленьких играх, но сохранить свои усилия для больших. Нет ничего плохого, чтобы быть неправым, если вы расплачиваетесь за это. Продавцы подержанных автомобилей хорошо говорят, они убедительны, но что бы ни случилось, они остаются в выигрыше, даже если их советы причиняют кому-то вред. Злоумышленник – это не тот, кто ошибается. Это тот, кто отстраняется от своих ошибок. Сегодня в мире куда меньше ощущения личной вовлеченности, чем было 50 или даже 20 лет назад. Большее количество людей определяют судьбу окружающих без каких бы то ни было последствий. Личная вовлеченность означает личный риск. Это означает, что люди, которые принимают решения на любом поприще, никогда не должны быть изолированы от последствий этих решений. И точка. Если вы ремонтируете вертолет, вы должны быть пилотом вертолета. Если вы решаете вторгнуться в Ирак, у людей, которые голосуют за это, должны быть дети в вооруженных силах. И если вы принимаете экономические решения, вы должны нести потери, если ошибаетесь. У 98% людей – сантехников, дантистов, водителей автобусов – есть такая личная вовлеченность. Мы должны беспокоиться о 2% – интеллектуалах и политиках, принимающих большие решения, у которых нет личной вовлеченности и которые портят жизнь всем остальным. 30 лет назад в Национальное собрание Франции входили владельцы магазинов, фермеры, врачи, ветеринары и адвокаты малых городов – люди, занятые повседневной деятельностью. Сегодня оно полностью состоит из профессиональных политиков, людей, которые просто оторваны от реальной жизни. В остальных странах все идет к тому же. За деньги нельзя купить счастье, но отсутствие денег может привести к несчастью. За деньги можно купить свободу, интеллектуальную свободу, свободу выбора, чем заниматься профессионально, но деньги требуют огромной дисциплины. В тот миг, когда вы заработаете лишней пенни, вы снова потеряете свободу. Если деньги – это причина вашего беспокойства, тогда вам нужно перестроить свою жизнь. «Лучшее, на что я когда-либо тратил деньги – это книги. Самая глупая вещь, на которую я тратил деньги – книги. И я нахожу это высокомерным, называть себя философом или интеллектуалом, поэтому я называю себя фланером, свободным прохожим в этом мире, наблюдателем. И отказываюсь от всех почестей. Как однажды сказал Катон, пусть лучше спросят, почему тебе не поставили памятник, чем спросят, почему поставили». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова